Всем привет! Добро пожаловать! Вы на канале Ариме. С вами Андрей, вы Руслан и Ирина. И это подкаст «Библия. Читаем вместе». Если вы читаете в начале сами, поставьте на паузу, прочтите этот текст и затем возвращайтесь снова к нам. Прочтем его вместе и поразмышляем с вами вместе. И прежде, чем перейти к чтению, давайте мы с вами приготовим наше сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы благословляем Тебя, и это время чтения, размышления над Твоим словом. Мы осознаем, что без Тебя, Святой Дух, мы не можем понимать глубину Твоих откровений. Поэтому мы нуждаемся в Тебе, чтобы Ты открывал и просвещал очи сердца нашего. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Говори, руководи, направляй. Благодарим Тебя за это время во имя Иисуса. Аминь. Аминь. С 27 стиха ночная. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят, «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого и бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не было такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силою князя Бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Отличное местописание. Помоги Господь нам вложиться в наши 30 минут размышлений. Хорошо. 27 стих, 27 и 28 меня вначале смутил. Смутил вот чем. Посмотри, как ведет себя Иисус, когда за ним двое слепых идет. Я не замечал, что он долгое время не отвечает им. Они не просто идут, а они идут и кричат. Они орут просто. «Иисус, сын Давидов, помилуй нас!» Слепые. Вы только представьте эту картину. Слепые. Все пытаются как-то на ощупь следовать за Иисусом. Кричат, чтобы он на них отреагировал. Он не реагирует на них. И я вспоминаю наш прошлый подкаст. Как раз там была поднята тема о опасности душевности. Вот помнишь, когда Иисус пришел и воскрешает дочку Ира. Насколько там этически было. Выгнал всех вон, кто пришел тут сострадать душевно. Они пытались нам помогать. Но это не было то, что было от Духа Божьего. Здесь не менее странно Иисус ведет себя. Он не реагирует на крики о милости. И в ответ, почему Иисус так реагирует, нам важно понимать, что Иисус ничего не творил сам от себя. Если Иисус идет и молчит, это говорит о том, что Отец в это время молчит. Если Иисус не реагирует, сейчас Отец на это не реагирует. Вот здесь важно было правильно воспринимать Бога в том, как Он ведет себя. И вот тут нам хороший урок. Нам нельзя реагировать на какие-то внешние, для нас кажущиеся конфликтными картинки. Думая, что якобы Бог вот такой, якобы Бог злой, якобы Бог молчит. Бог не хочет мне отвечать. Нельзя бросать какие-то неверные образы в отношении Бога, если нам что-то непонятно. И вот здесь я подумал, ну хорошо, куда Он пришел? Тут написано, и пришел Он в дом. И когда я посмотрел в эту же девятую главу, то она начинается как раз с того, что Он вернулся куда? С первого стиха. Он переправился обратно и прибыл в свой город. И здесь в этой главе дважды говорится, что происходят какие-то собрания в доме, но не указывается в чьем. Обычно, ну в Писаниях указывается, и когда Иисус был в доме Симона прокаженного, когда Иисус был в доме Лазаря и Марии, то-то-то, здесь такое впечатление, что это дом Иисуса, там, где Он жил. Конечно, может быть, какие-то богословы и оспорят это все, и скажут, ну может быть и нет, а может быть и да, но тем не менее я склоняюсь, что если Он столько времени провел в служении, ну нормальный человек должен куда-то потом возвращаться, к себе домой, обычно, чтобы отдохнуть. Я верю, что Иисус идет домой. И когда Он возвращается и приходит домой, вот там к Нему приступают эти слепые. И можно сказать, ну и что, ну вернулся человек домой, и все. Но здесь вот что мне понравилось. Иисус заговорил с ними тогда, когда вошел в свой дом. «Разговор между слепыми и Иисусом произошел не на улице, не где-то по дороге, а в месте, где обитал Иисус». Для меня это больше понравилось. Место обитания Бога сегодня в нашем духе. И зачастую, когда мы ищем Божьего ответа где-то вне, и там можем не находить его. Где-то из проповеди, где-то из чего-то внешнего, что мы можем услышать, увидеть, и мы не находим там ответы. Это не значит, что Бог молчит. Он влечет нас в то место, где Он точно с нами будет говорить. Где? В нашем духе. Поэтому вот там всегда у нас есть место встречи с Богом. Остальные места не всегда гарантируют нам. То есть нельзя сказать, что Бог не может проговорить нам извне. Но когда этого не происходит, нам нельзя делать выводов. Бог молчит или Бог не отвечает? Аминь. Есть моменты в нашей жизни, когда мы не можем решить какие-то наши вопросы или нужды просто путем крика Богу на расстоянии. Необходимо что-то большее. Необходимо искать того, чтобы приблизиться в личное общение с Ним. Но плюс их в том, что они не отставали. Они не переставали кричать. То есть даже если нет сейчас явного ответа, но они видели перед собой Иисуса, они видели перед собой источник, они, во-первых, не теряли Его из фокуса. Во-вторых, они продолжали следовать за Ним. Друзья, вот это то, что нам важно с вами научиться делать. Даже если прямо сейчас у нас нет мгновенного ответа, проявления чуда, друзья, нам нельзя терять Иисуса из фокуса, из поля нашего зрения. И нам всегда важно продолжать следовать за Ним. И именно неотступность следования за Ним позволила им в итоге получить свой ответ. Есть ответы от Бога, которые мы можем получить только если мы приблизимся к Нему. То есть приблизимся вот в это личное уже общение с Ним. Не на расстоянии, не просто где-то на ходу, на лету, они когда вот то, о чём ты говорил, приступили уже в доме к Нему, да? То есть они приблизились к Иисусу сейчас так, как никогда раньше. И вот интересно, что как Иисус реагирует на их приближение. И раньше, никогда раньше не замечала этого пазла. С чего Иисус начинает свою работу с ними? Потому что исцеление – это уже результаты следствия. Но начинает Он разговор, диалог и свою работу с ними с состояния их веры. Он говорит, ребята, вначале давайте посмотрим, во что вы верите на самом деле. Он говорит, верите ли вы в это? Что это такое? Он проверяет истинность веры, во что вы на самом деле верите. Почему? Почему это важно? Да потому что именно это показывает то, что на самом деле может сделать Иисус в этой ситуации. Именно состояние нашей веры определяет границы того, что мы можем принимать от Него. И вот именно когда мы сближаемся с Богом, Он в первую очередь и работает с состоянием нашей веры. Вот то, что мы говорили тоже в предыдущих подкастах. Помнишь вот эту мысль, что состояние моей веры – это моя ответственность. Что когда мы видим чудеса в Евангелии, то люди, приходившие к Богу, вернее к Иисусу, они уже имели веру. И все, и поэтому встреча с Иисусом – это был определенный контакт веры уже. Но это не было так, что они приходили пустые, Иисус дай нам веру. Нет, они уже приходили с верой. Хорошая фраза. Они определили границы, в которые могло влиться помазание силы Божьей для восстановления и буквального воспроизведения сверхъестественного чуда. И что интересно, посмотри, вокруг чего вращалась их вера. Если вспомнить вопрос Иисуса, Он спрашивает, веруете ли, что Я могу это сделать? Он указывает, кто и что. Их фокус веры должен был вращаться вокруг вот этих двух составных – личность Онны и что Он может сделать. И они удерживали этот фокус на нем, несмотря на то, что посреди всей дороги Он ведет себя как бы внешне крайне неэтично. Вот по душевным стандартам меня игнорируют, меня, бедолагу слепого, игнорируют. Как это можно было сейчас на этом этапе уже перечеркнуть, да какой это святой, да какой это Сын Божий, если он так себя ведет, да и остановиться, и перечеркнуть это следование. Они бы уже там на полпути остановились, развернулись и разочаровались бы, и вообще тогда оставили свое верование. Но даже несмотря на то, что у них есть определенная зрелость, определенное уже хождение в вере и даже опыт веры, несмотря на это, все-таки 30 стих меня разочаровал. Вернее, не 30 разочаровал, а не в 30 стихе, потому что Иисус строго после чуда строго говорит им, смотрите, чтобы никто не узнал, а они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Я думаю, ну что ж такое, вначале меня чуть-чуть смутил Иисус, думаю, ну что ты запрещаешь, ну нехорошо, ну чудо ж произошло, ребята счастливые, это же наоборот, все будут и так знать. Но если Иисус что-то говорит, то это буква, это слово Бога, и ему важно быть послушным, не ради того, что Бог какие-то железные стены ставит перед нами. Всегда, когда Бог о чем-то просит свой народ, чтобы он сделал или был послушен, это не просто как буква, чтобы мне было хорошо. Найте вам заповедь, чтобы я веселился. Да нет, если Бог и просил, будьте послушны, сделайте вот так. Он давал это слово для защиты самого народа. И вот здесь, когда он им говорит, смотрите, чтобы никто не узнал, а они идут и делают совершенно наоборот. Я подумал, ну что их двинуло так, ну какая муха их укусила, чтобы вот так бежать и все разглашать. Я подумал, ну там действительно такая активная муха была, знаешь, какая это эмоции. Ну попробуйте представить, ты слепым был, вся твоя жизнь, все твои планы, как слепца, они ну все были вот вокруг темноты, а сейчас ты получил чудо. И я понимаю, они сейчас настолько переполнены эмоциями. Это вопрос душевности, о которой мы говорили до этого. Да, да, да. И вот тут один из ярких примеров, что когда Бог говорит нам что-то сделать, это не вопрос логики, это вопрос послушания. Да, да, да. И здесь неважно, насколько ты это понимаешь, насколько сейчас тебе это ясно на все сто. Просто будь послушен. И вот как Павел говорит, если у тебя есть слово от Господа, не советуйся с плотью и кровью. Павел говорит, я получил слово от Бога, и я не пошел советоваться с плотью и кровью. Я пошел делать так, как Бог сказал мне делать. Это потрясающий урок для нас. Нам нельзя быть движимыми, просто эмоциональными какими-то всплесками. И отчасти даже у них же здесь перспектива открылась. Они до этого были никому неизвестными слепцами. Ну кто знал слепых? Ну куча слепых бродит по Израилю. Куча слепых просит подаяния или там подобное. Ну кто их толком знал? Бедолага, просто бедолага. Может и имен их никто не знал. Но после чуда появилась перспектива стать популярным и исцеленным. Ты шо? Сейчас все будут знать, какое чудо у меня. Это же перспектива популярности. Поэтому тут такой микс, букет таких перспектив открылся, от которых они не могли устоять. Поэтому побежали разглашать о нем по всей землетой. Да, я вначале думал, но они просто решили Иисусу послужить. Но обычно, когда плотью мы движим, там меньше всего мы о ком-то думаем. Больше всего мы там думаем о себе. Чтобы удовлетворить какие-то свои внутренние потребности. И вот здесь это проблема. То, что они сейчас идут и делают наоборот. И я снова повторю. Если Иисус сказал им, делайте вот так. Никому не говорите. Это было защитой для них. Везде в Писании, когда мы посмотрим, Израиль, который нарушает то, что Бог сказал, непослушен тому, что Бог сказал, это открывает двери для врага. Всякое непослушание Божьему Слову открывает двери для поражения. И вот это, это не просто, ну, безобидный какой-то поступок. Ну, пошли и рассказали. Ну, попросил не говорить, пошел поговорить. Не-не-не-не, это опасная. Это опасная тактика, потому что это открывает двери для врага. И ниже, спустя, пару стихов мы увидим, что после того, как вот этого следующего бесноватого после них Иисус освобождает, весь народ был настолько впечатлен, что никто еще никогда такого в Израиле не было. И реакция фарисеев, буквально религиозных лидеров, какая была? Они начали везде объяснять, то, что делает вот этот человек, он делает это потому, что сотрудничает с демонами и бесами. И вот такая тактика, она уже начала двигаться по Израилю. И вот эти ребята, которые сейчас начали везде бегать и свидетельствовать о себе, и не гарантия того, что у дьявола теперь не будет доступа к ним, чтобы при том, что они начнут сейчас свидетельствовать, вот мы были слепыми, а он исцелил нас, религиозные лидеры не начнут им объяснять. Ты знаешь, что твое исцеление – это результат того, что бесы и демоны тебя отпустили, а не Бог тебе сейчас чудо сделал. Это потому, что они, это потому, что и религиозное давление из-за их непослушания могло в результате привести к чему? К тому, о чем мы говорили, вера в те две вещи. Кто это и что он делает? Значит, она была бы поражена, а значит, они могли бы потерять свое исцеление. И дальше мы уже не знаем, они потеряли его или они таки остались. Но вероятность поражения, она неоднократно подтверждается у нас в Писании, поражение из-за непослушания. И чудо, которое только что сделал Бог в их жизни, они могли их убедить в том, что это не чудо, это теперь проблема. И эти принципы неоднократно подтверждаются у нас в Писании. Насколько важен путь веры и насколько опасен путь неверия, насколько победоносно послушание и насколько опасно непослушание Божьему Слову. И возвращаясь к 29 стиху, Иисус там так и говорит, по вере вашей да будет вам. То есть все, что есть в нашей жизни сегодня, является результатом нашей веры, которая была вчера. И если нам не нравятся результаты, которые мы имеем сегодня, то нам важно пересмотреть свою веру. Нам важно отредактировать, откорректировать свою веру, во что мы верим. Пересмотреть ее, во что на самом деле мы верим. Потому что именно это мы с вами и получаем. И когда улучшается качество веры, улучшаются результаты, это не вопрос Иисуса, это не вопрос того, что Бог что-то не доделал. Это вопрос моей веры. Ответ от Него я могу получить, когда я имею веру. И сохранить, защитить свою веру я также могу, благодаря взаимодействию с Его же Словом. Послушание Его Слову будет защищать состояние моей веры, а значит помогать мне удерживать то, чем я уже возобладал. Как Израиль вошли в обитованную землю, они уже ее завоевали город за городом. Но затем не менее важный был вопрос, насколько вы будете послушны тому Слову, которое я вам говорю, на территории, которую вы уже завоевали, и которая ваша собственность. А потом мы видим, их непослушание каждый рад позволяет врагам приходить и отбирать у них город за городом, а потом вообще они лишаются своей земли. Одно дело получить исцеление, а другое дело научиться жить в божественном здоровье. Одно дело, что там, выйти из долгов, а второй вопрос, не возвращаться в них и идти в рост, идти в прибыль, в процветание. То есть одно дело, ты получил старт, ты получил хороший старт, это могло быть сверхъестественное чудо. Сверхъестественно, Бог тебе это дал, но что ты делаешь с этим потом? И вот это очень сильно зависит от того, кто мы есть как личность в наших отношениях с Иисусом. И последние три стиха, 36, 37, 38, где Иисус смотрит на толпы народа и написано «жалился над ними». И вначале он смотрит и говорит «овцы, не имеющие пастыра, которые изнуренные, уставшие, бесхозные, рассеянные». Которым что нужно? Которым нужна забота, забота направленная на что? На их состояние, на их состояние, чтобы они не были изнуренными и рассеянными, отдельными, а были едиными, обеспеченными, ну как защищенными. И вот когда он обращается с таким сердцем сострадания и жалости к своим ученикам, он говорит «жатвы много, делатели мало, и так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И, ну, логично было бы, как мне жаль этого народа. Обратился к ученикам и сказал «надо больше делателей, ребята, так важно, чтобы вы пошли и позаботились об этих овцах». И таким образом смотивировал своих учеников пойти и служить к народу. Но это не так здесь. Иисус показывает «вот я смотрю, мое сердце сострадает. Нет, я что, мне жаль их, у меня есть сострадание, смотрите, и вы на них, посмотрите, это как нива, которая побелела. И точно так же, как у меня сейчас есть сострадание, и я бы каждому из них сейчас побежал и попытался что-то делать, но я этого не делаю. Точно так же, как если бы вы видели уже поспевшее поле и хотели бы бежать и косить его, я вам говорю сейчас не бежать и косить, а что делать? Идите к господину жатвы. Это совсем другая модель. Он не говорит им «бегите и покосите поле». Он говорит «идите к господину жатвы и говорите с ним о делателях, чтобы он выслал». И вот эта последняя фраза, она ключевая, она ключ к этому обращению Иисуса. Иисус связывает и говорит «вот эти люди, нива Господа, если это его жатва, если он хозяин, написано, он хозяин этой жатвы, значит, он хозяин поля, он хозяин урожая, значит, он был и хозяином поливающим, насаждающим, если отматывать назад, возделывающим эту землю, убирающим сорняки и тому подобное, это его нива. И он не просто в финале пришел, он от начала был. Это все его процесс, как от начала, так и до конца. Так вот, ключевая мысль здесь сводится к тому, чтобы номер один, каждый из вас, обращаясь к ученикам, Иисус говорит «вам прежде всего важно понимать, это его территория, и только он знает, в каком состоянии находится та или иная овца, тот или иной, ну, колос, ну, нива. Только он знает, какого делателя куда выслать». Я опять снова возвращаюсь, что наша чрезмерная, опять же, душевность, эмоциональная, вот такой всплеск, даже в религиозном плане, зачастую вот нас бросает на то, чтобы шашки наголо, я пошел вот так, как я считаю правильным, проповедовать, так буду спасать, за уши тянуть и долбить человека Евангелием. А может задаться вопросом, это же его нива, это только он знает сейчас, что сейчас в этом человеке, чем ему служить, его полить надо, может быть, убрать надо терни рядом с ним, может быть, его накормить надо, или его уже косить надо. Откуда мы знаем, что, как ему надо служить? Как мы выше говорили в прежних подкастах, нам важно знать, это свинья или это пес, нам бросать жемчуг или дать кусок хлеба, или накормить. Как мы можем разобраться, ну, каким образом служить, если не будем искать совета у него, понимания у него? Вот почему Иисус в своем служении вел себя точно таким же образом. Не потому, что я сейчас считаю правильным, это будет хорошо, это будет добрым делом. Не-не-не-не-нет. Отец, что ты? Что ты скажешь? Как послужить? Если мне надо сейчас молчать и идти всю дорогу, ни на кого не реагировать, хоть все орать будут, хоть мать о дочери сейчас, хананиянка, будет кричать, я буду молчать. Почему? Потому что я не знаю, как ей послужить, а ты знаешь. Если сейчас мне надо именно идти молчать и так послужить этому человеку, это самое лучшее служение, которое ты мне советуешь делать. Поэтому мы снова возвращаемся к этому тезису, насколько нам важно осознавать полную зависимость от Бога в отношении нашего служения другим людям. Да, именно Отец, Он знает наилучшим образом, что сейчас нужно человеку. То есть, другими словами, это подтверждает мысль о том, что если ты ученик Иисуса, то тебе будет дело до людей, которые вокруг тебя. Одна из характеристик Его ученика – это когда тебе есть дело до того, в каком состоянии находятся люди вокруг тебя. Не обязательно тебе иметь дар пастора, чтобы тебе было дело до людей, которые есть вокруг тебя. Ты можешь молиться за них. Не важно, какие дары и таланты у тебя, а важно то, насколько ты позволяешь Богу любить людей через тебя. Это именно то, к чему и призывал их там Иисус. Поэтому прежде Он их не отправляет и говорит «Идите покосите быстро, потому что нивы побелели». Нет, идите молитесь, идите разговаривайте с Богом, потому что в молитве Бог приготовит вас. Аминь. У меня будет о чем сегодня помолиться и поговорить с Господом вокруг тех мыслей, на которые Господь обратил мое внимание. Как насчет вас, мы напоминаем. Крайне важно, чтобы вы всякий раз отправлялись за теми мыслями, вели размышления на той мысль, на которую Господь обратил ваше внимание. Переведите это в молитву, поговорите об этом с Господом. Откройте перед Ним вашу реакцию на это, ваши мысли, ваш взгляд. Попробуйте позволить Богу поговорить с вами или довести разговор, может быть начатый из этой мысли до большую глубину. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Какие откровения и маячки вы получили со своей стороны? Нам интересно узнать о них, поэтому мы ждем вашу обратную связь в комментариях. Мы с радостью читаем и участвуем в обсуждении, которое у нас есть в чате Телеграм. Добро пожаловать всем желающим. И, конечно же, подписывайтесь на наши соцсети, где вы каждый день будете получать определенную помощь, советы, подсказки, важные мысли, которые помогут вам вырабатывать дисциплину и постоянство пребывания в Слове Божьем. И, кстати, очень помогут вам те вопросы, которые находятся ниже этого подкаста. В каждом подкасте сейчас мы начали делать список вопросов по тому тексту, который вы только что читали. И попробуйте применить. Нам будет интересно даже просто увидеть статистику, как это работает у вас лично. Попробуйте, прочтите текст, который вот сейчас перед вами, а после проверьте себя, ответьте сами себе на те вопросы, которые ниже. И, может быть, они даже помогут вам заметить то, чего вы не заметили, увидеть то, чего вы не увидели. И второе предназначение этих вопросов, чтобы вы могли их использовать для насаждения культуры чтения Библии в своем доме, в своей семье, со своими детьми, в семейном кругу или со своими друзьями, чтобы, прочитав текст, вы взяли эти вопросы и могли построить размышления уже друг с другом. Это еще больше будет назидать вас и позволять Богу служить посреди вас. Ну, а мы напоминаем вам, что наши подкасты выходят каждую неделю, понедельник, среду, пятницу в 7 часов утра. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы сразу с утра получать новую порцию для размышлений. А по субботам в 14.00 по киевскому времени добро пожаловать в онлайн-эфир, который происходит в чате Telegram, где мы с вами обсуждаем то, что прочитали в течение недели. А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Святой Дух, благодарим Тебя за Твое служение. Мы благословляем каждого, кто любит Твое Слово, размышляет над Твоим Словом. Больше глубины помоги им понимать Тебя, совершающего служение в жизни каждого из них во имя Иисуса. Аминь. Рады были быть с вами сегодня. Услышимся на следующих подкастах. Редактор субтитров А.Семкин